На прошлой лекции вы узнали о том, как выглядит нелинейная диэлектрическая проницаемость, и как вообще описывать свойства нелинейной среды в уравнениях Максвелла. И, насколько я понимаю, все свелось к следующему уравнению. LαβEβ равняется минус омега квадрат поделить С квадрат. Интеграл. Вот здесь стоит как раз квадратичная нелинейная диэлектрическая проницаемость εαβγ, тензор третьего ранга, зависящий от трех частот и трехволновых векторов, Капа, Капа1, Капа2. Сейчас я скажу, что это такое. Еβ от Капа1, Егамма от Капа2 на дельта функцию от Капа минус Капа1 минус Капа2 и проинтегрировано в ДКапа1 ДКапа2. Ну давайте вспомним, какие буквы что обозначают в этом уравнении. Ну первое. Значит, уравнение LαβEβ равняется нулю. Это преобразованный по Фурье вид уравнений Максвелла. Здесь тензор Lαβ по определению выглядит таким образом, как КαКβ минус Капа2 дельта ААβ плюс Омега квадрат к С квадрат, εαβ, вот это εαβ и вот это разное. Это линейная электрическая проницаемость, которая сам по себе тоже может зависеть от КА и Омега. И такую форму записи уравнений Максвелла мы проходили на третьем курсе. Еβ это опять же Фурье компонента, значит, вектора электрического поля. Соответственно, вот такое вот уравнение, это уравнение свободных волн. В среде, свойства которой заданы электрической проницаемостью и эпсилонатка Омега. Дальше. Значит, среда наша нелинейная. Поэтому отклик среды, ток среды, он пропорционален, не просто пропорционален электрическому полю, если бы он был просто линейно пропорционален, то это был бы закон Ома, и электродинамика наша была бы линейная. А теперь мы считаем, что отклик среды нелинейный. Значит, принцип суперпозиции не работает, однако мы по-прежнему считаем, что всё-таки электрическое поле мало, и нелинейность слабая. Если она слабая, то мы можем разложить отклик среды в ряд Тейлора по степеням электрического поля. И вот второй член этого разложения приводит к следующему виду возмущения. В правой части, вот в линейной электродинамике здесь был ноль, значит, нелинейная квадратичная поправка выглядит вот таким образом. Значит, чем она характерна? Вот как раз она квадратичная, значит, здесь стоит вектор электрического поля, повторенный дважды. Запись сделана таким образом, что вектор Капа – это четырехмерный вектор, состоящий из вектора К и минус омега по определению. Поэтому, если стоит ДКП1, это означает ДОМЕГА1 ДТРИКА1, где К и ОМЕГА это, соответственно, волновый вектор, частота. То же самое про Капа2. Значит, и дельта от Капа минус Капа1 минус Капа2 это тоже четырехмерная дельта-функция, означает, что там стоит дельта от ОМЕГА минус ОМЕГА1 минус ОМЕГА2 и дельта от Ка1 минус Ка1 минус Ка2 векторно. Значит, вот что означает, что дельта-функция стоит под интегралом? Это означает, что в этот интеграл дают вклад только такие значения Капа1 и Капа2, что их сумма равна Капа. И соответствующие условия можно записать в виде системы, которая будет выглядеть так. ОМЕГА равняется ОМЕГА1 плюс ОМЕГА2, а К равняется Ка1 плюс Ка2. Поскольку это просто переменные, которые мы использовали в преобразовании Фурье, то про знаки и направления тут ничего не сказано, они могут быть произвольными. В совокупность вот этих условий, которые говорят о том, какие волны дают вклад в этот интеграл, с какими ОМЕГА и К, а какие не дают, то это называется условиями трехволнового взаимодействия. Почему именно трехволнового? Вот здесь, казалось бы, квадратичная, а тут цифра 3. Ну, видно почему. Потому что тут участвуют три волны. Две вот эти дают вот эту третью. Значит, также напомню, что в квантовой механике вы имели аналог, не имели, а встречались с аналогом этих выражений. Если я их домножу на H, то верхняя получится закон сохранения энергии, а нижняя закон сохранения импульса в квантовом смысле. Но для нас никакого такого смысла тут нет. Это чисто геометрическое условие, ну или условие, которое просто следует из того, как делает, ну вот, из свойств преобразования Фурье от произведения. Больше ничего, да? Но тем не менее, точное совпадение имеется с законом сохранения энергии и законом сохранения импульса. Еще раз скажу, что это условие трехволнового взаимодействия. Так, ну ладно, значит, это все было. Я просто напомнил, с чего мы сегодня начинаем. А теперь продолжим. Значит, продолжение будет такое. Мы зададим себе вопрос, а как, собственно, это уравнение дальше решать? Вот пока оно было линейное, но это была система линейных алгебраических уравнений, и решить его можно было довольно просто. А вот с такой правой частью оно, конечно, очень сложное, потому что оно стало интегральным уравнением, а вовсе даже не алгебраическим. Поэтому давайте попробуем подойти к этому вопросу. Значит, чтобы не переписывать вот эту длинную правую часть, я буду рассматривать уравнение вот такого вида, или альфа-бета-е-бета равняется f-альфа, где f-альфа это какая-то малая вынуждающая сила. Ну, в данном случае вот у нас конкретно выражение для этого f-альфа написано, вот оно там сверху. Но чтобы не переписывать каждый раз это выражение, здесь будет f-альфа. Теперь физический аналог посмотрим. Вот эта свободная волна в пространстве в каком-то смысле аналогична осциллятору. То есть она куда-то распространяется, не поглощаясь, ничего с ней не происходит, или если среда диссипативная, то она может даже поглощаться. То же самое происходит с колебаниями математического маятника или просто какого-то осциллятора. Значит, если мы создали начальные колебания, он там будет колебаться с постоянной частотой, или затухать, если есть затухание. И мы знаем, как выглядит решение, если мы начинаем на осциллятор действовать вынуждающей силой. Значит, если эта сила находится с другой частотой, действует с другой частотой, чем собственная частота осциллятора, то, значит, ничего такого сложного и странного не происходит, и найти амплитуду колебаний не представляет никакого труда. Так же и в нашем случае. Значит, если мы хотим решить такого рода уравнение, и при этом знаем, что детерминант Lαβ не равен нулю при тех капа, при конкретной капе, при которой мы это уравнение решаем, то тогда мы можем найти матрицу обратную Lαβ, обозначим ее Lαβ в минус 1, и найдем Eβ, которая будет равняться Lαβ минус 1, действующей на Fα. Никаких проблем. Единственное неприятное свойство такое, что вот эта величина, вообще говоря, маленькая. Мы договорились, что это второй член разложения, то есть она маленькая по сравнению со всеми теми слагаемыми, которые у нас есть в левой части. И все эти слагаемые, вот они по-прежнему входят вот сюда, то есть здесь у нас величина порядка единицы, а Fα это величина порядка ε. И мы получаем, что Eα таким образом будет порядка ε. Eβ в смысле порядка ε, потому что Fα порядка ε. таким образом вот этот вот случай, мы его будем называть нерезонансный, ну или по-другому можно сказать, что это нерезонансное трехволновое взаимодействие, приводит к тому, что форма волны искажается каким-то образом, но это искажение значит оно порядка ε. Если мы создадим среде какую-то волну, вот скажем, подставим ее сюда в правую часть, это будет свободная волна, то мы найдем поправку порядка ε с помощью этого уравнения, которая будет на другой частоте, на частоте Капа, хотя мы создали волну с частотой Капа-1, и она будет маленькой. Значит естественно назвать эту волну сателлитом. Значит сателлит означает спутник и эта волна вот Е-бета она не является свободной волной. Мы написали вот это условие и тем самым сказали, что эта волна не свободная. Значит сама по себе она распространяться не может. Хотя она гармоническая, все там нормально, но в среде она сама по себе не распространяется. Она является спутником той волны, которая создает вот эту F-альфа. Тех одной или нескольких волн, которые мы подставили сюда в правую часть, прежде чем ее вычислили. Понятно, да? Ну естественно, если есть случай нерезонансный, то есть и случай резонансный. Давайте снова вспомним, что происходит с осциллятором, если на него действует силой частота, которая совпадает с собственной частотой осциллятором. Ну значит, если резонанс выполнен, то осциллятор поглощает энергию на каждом периоде колебаний, и его амплитуда колебаний меняется. Значит, если у нас в системе нет диссипации, то даже маленькая резонансная сила за длительное время может создать очень большое изменение амплитуды. Правильно? Если мы достаточно долго подождем, то накопится работа, и эта энергия будет передана осциллятору. Значит, исходя из этой аналогии, по-видимому, что-то такое же возможно и для случаев волн электромагнитных. если окажется, что биение вот этих двух волн на той же самой частоте происходит, если выполнены вот эти условия, на той же самой частоте, что и частота некоторой свободной волны, для которой вот этот детерминант равен нулю, то тогда у нас получается резонанс. Это означает, что эту свободную волну мы можем раскачивать с помощью дополнительных каких-то волн. Вот мы запускаем, поставили антенну и накачиваем две волны с частотами Каппа-1 и Каппа-2. В результате нелинейного взаимодействия может получиться волна, которую мы в систему не запускали, она там сама по себе генерируется. Волна с частотой Каппа. Значит, опять же, еще раз подчеркиваю, что это для того, чтобы это произошло на какую-то существенную величину, не на величину нелинейности, а на величину порядка единицы, эта волна должна быть свободной. То есть она должна существовать там, помимо всяких нелинейных взаимодействий, должна быть способна там существовать. Ну, в качестве примера можно привести, скажем, нелинейные кристаллы, которые используются для преобразования света красного лазера в зеленый, например. Часто используется во всяких оптических приложениях. То есть мы берем среду, конкретно кристалл, светим на нее светом одной частоты, а на выходе у нас свет другой частоты. В линейной оптике такого быть не может, потому что там какая частота упала на среду, такая и вышла. Значит, вот второй случай резонанс. Детерминанты или альфа-бета мы пишем примерно ноль. Понятно, что мы не можем сделать совсем ноль, потому что если совсем ноль, то решение мы не найдем. он должен быть каким-то достаточно малым, но не нулевым. Тоже малым, значит, порядка эпсил. Ну ладно. Значит, аналогию мы рассмотрели, пример физически рассмотрели, а теперь давайте подумаем, как это можно сделать, описать математически. Вот, что такое волна с изменяющейся амплитудой. Да, вот колебания в осцилляторах были, мы говорили, что у них амплитуда меняется. Здесь тоже амплитуда волны должна меняться. Причем, может быть, могут быть разные постановки задачи. Вот, скажем, задача с этим кристаллом, там амплитуда волны меняется в пространстве. Значит, справа от кристалла она одна, а слева она другая. А может быть, может поставлена задача быть и по-другому. Мы взяли резонатор, создали там волну одного типа, и она постепенно превратилась в волну другого типа. Поэтому, чтобы сразу все эти случаи описать, мы будем говорить о том, что у нас имеются волновые пакеты. То есть, вот, на какой-то несущей частоте. эта несущая частота будет совпадать с частотой какой-то свободной волны. И будем, давайте назовем его Капа 0. Капа 0 это К0 минус омега 0, то есть, четырехмерный вектор с индексами 0, такой, что омега 0 равняется омега от К0. То есть, вот это дисперсионное уравнение, связь между омега 0 и К0, которая следует вот отсюда. Можно вот так нарисовать. Все равно, что детерминант или альфа-бета от омега К0 К0 равняется нулю. Здесь мы написали условие, что мы в качестве несущей частоты волнового пакета берем свободную волну. Для нее выполнено условие существования линейной свободной волны. как же нам теперь написать весь волновый пакет целиком. Для того, чтобы решать уравнение вот это или альфа-бета е-бета равняется f-альфа, мы должны написать какое-то выражение для е-бета представить в каком-то виде. Пусть а от k ω это амплитуда. Маленькая буквочка е с индексом бета это поляризация. вот это сам волновый пакет. Однако, как мы видели, кроме волны большой амплитуды есть еще какие-то поправки. Могут быть порядка ε. Поэтому мы неизбежно сюда должны добавить вот эти поправки. пусть они имеют сверху индекс 1 в знак того, что это поправка порядка ε. А вот это поляризация свободной волны. Вектор поляризации свободной волны на частоте Кпо 0. Подставим это выражение в уравнение, которое мы хотим решить. Посмотрим, что получилось. Эли альфа бета умножить на а е бета плюс е бета первое равняется f альфа. причем это уравнение мы хотим решать при любых Кпо, не только при Кпо 0, потому что волновый пакет имеет ненулевую ширину и как раз по частоте и как раз вот эту ширину мы отсюда и хотим найти. то есть зависимость А от Каомига. Чем характерен волновый пакет? Тем, что его огибающее гладкое. это означает, что зависимость А от Каомига гораздо более медленная, чем значит ну не А А от Каомига как раз наоборот резкая. То есть вот если я по частоте этот волновый пакет нарисую, то его форма должна быть не совсем дельтафункциональной, но близко к дельтафункциональной. Вот эта частота Омега 0 и он должен выглядеть вот так. А если я сделаю его преобразование по фурье, то он должен быть вот такой вот плавный. И здесь должно быть наполнение с частотой Омега 0. Вот это должна быть частота Омега 0. А вот это плавное огибающее должно соответствовать вот этой вот форме кривой более острой фурье пространства. То есть это фурье пространство, а это реальное пространство по t. Понятно, да? То есть в любом случае вот это решение нулевое, а это какая-то поправка. Опять же, l-alfa-beta можно написать как l-alfa-beta нулевое, которое просто равняется l-alfa-beta от kappa нулевое, поскольку l-alfa-beta это какая-то заданная матрица, которую мы знаем как выглядит, плюс поправка, да? Которая равняется l-alfa-beta минус l-alfa-beta нулевое. Пишем это уравнение в нулевом приближении по ε. Получим l-alfa-beta нулевое помножить на a на e-beta равняется нулю. Ну и действительно это должно равняться нулю, потому что e-beta является вектором поляризации для свободной волны как раз на частоте kappa 0. Следовательно, вот эта величина равна нулю. Действительно. Так что все в нулевом порядке у нас сходится. Мы правильно выбрали форму волнового пакета. Понятно, да? Независимо от того, как выглядит вот это a. теперь в первом, это нулевое приближение, да? Теперь первое приближение. lαβ1 на a на e-beta – вот это величина нулевого порядка, это первого порядка, значит, произведение должно быть первого порядка, плюс lαβ нулевое на eβ первое, и теперь fα, которое тоже является величиной первого порядка. Значит, сложное уравнение, которое непонятно как решать, но самое главное, что нам и не надо его решать, потому что мы знаем, что вот это маленькая поправка. то есть, строго говоря, как его надо решать? Считать, что вот это мы перенесем в левую часть, в правую часть, прошу прощения, и потом решим это уравнение, найдем eβ1. Но найдем мы его только в том случае, если выполнено условие разрешимости этой системы линейных уравнений. Получается оно следующим образом. Я должен его, это векторное равенство, да? То есть, на самом деле это три разных уравнения. И разрешима эта система в том случае, если его скалярное произведение на eα со звездой тоже выполнено. Давайте берем и умножим. Что получится? то есть, если выполнены все три уравнения, то и такое скалярное произведение тоже должно выполняться. Забавное свойство этого и αβ0 такое, что это, значит, если это у нас свободная волна, то тут вот эта матрица должна быть самосопряженной. это означает, что eα со звездой или αβ тождественно равно 0, если вот это есть вектор, сопряженный к вектору поляризации. так же, как вот это было равно 0, так же и вот это равно 0 по той же самой причине. И, следовательно, вот это произведение просто пропадает. Мы получаем условие такого вида. а умножить lαβ1 eβ eα со звездой равняется eα со звездой на fα. Вот это и есть то самое условие разрешимости. Оно не содержит вот этого eβ1, а, следовательно, должно выполняться, так сказать, всегда нет, оно вот здесь вот, да, вот оно тут и есть нулевое. Спасибо. Так, ладно, движемся дальше. Значит, тоже, вот это уравнение тоже имеет аналог в механике. Если мы рассматриваем систему с большим числом степеней свободы, то, как вы помните, для того, чтобы найти резонанс, надо было полную систему уравнений для динамической системы умножить на вектор ортогональных колебаний этой системы. и вот, по сути дела, это тоже самое, что здесь этот вектор ортогональных колебаний, тех колебаний, которые как раз находятся в резонансе с нашей силой. Ну вот, это как раз и есть вектор поляризации. так, дальше движемся. В этом уравнении правая часть, она по-прежнему понятна, чему равна, легко вычисляется, если мы знаем это f альфа, а мы можем дальше проанализировать, что здесь стоит вот в скобочках такое. Это уже просто какая-то скалярная функция, потому что это свертка матрицы с двумя векторами. Все индексы просуммировались, ничего не осталось, значит, это скалярная функция. Если это скалярная функция, то ее довольно легко исследовать. Вот это мы и сделаем. обозначим ее буквой G и заметим, что она же, эта функция, может быть записана как L α β безо всякой единицы E β E α со звездой. Почему? Потому что L α β нулевое, E β это равно нулю. Правильно? То есть мы можем добавить и вычесть вот эту вот величину спокойно и ничего не изменится. Согласны, да? Теперь нарисуем плоскость ω k. И на этой плоскости график зависимости ω равная ω от k. Ну, на самом деле вместо k мы можем считать, что это плоскость какая-то или пространство векторов k. От этого сильно все не зависит, но для наглядности я просто сделаю одномерный вектор k. Значит, вот это зависимость, которая описывает дисперсионные соотношения, то есть те волны, которые являются свободными и могут распространяться в этой среде. Где-то на этой зависимости имеется точка, которая соответствует k0, а здесь соответственно ω0. Это та самая точка, которая соответствует нашему волновому пакету выбранному. и посмотрим на функцию g. Оказывается, что на этой линии функция g должна быть равна нулю. Правильно? на всей этой линии и вот в этой точке в частности функция g должна равняться нулю. Почему? Вот сюда смотрим. Если у нас вот это вектор поляризации свободной волны л-альфа-бета это та матрица, которая стоит в уравнении л-альфа-бета е-бета равняется нулю для свободных волн, то это означает, что вот эта у меня амплитуда умножить на е-бета и если я еще и на е-альфа умножу от этого тоже приравнивание нулю никаким образом не изменится. То есть если у нас вот эта линия соответствует свободным волнам, то это означает, что она соответствует решениям вот этого уравнения, когда действительно тут все равно нулю, если вместо е-бета подставить вектор поляризации. Ну а следовательно g на этой линии равна нулю. То есть с одной стороны омега равняется омега от к, с другой стороны g равняется нулю. на одной и той же линии. Из этого можно сделать следующий вывод, что если эта линия является одновременно линией уровня g и линией уровня функции омега минус омега от k, то g зависит не от омега и k по отдельности, а от омега минус омега от k. Понятно, да? То есть вот смотрите, давайте я нарисую вблизи этой линии какие-то другие линии уровня функции g. Здесь уже g будет не равно нулю, вот она равна нулю только вот здесь, вот на этой линии. А сюда при смещении поперек я буду получать какие-то другие значения g. то же самое из функции омега минус омега от k. Вот на этой линии она точно равна нулю, а на этих линиях она уже нулю не будет равна нулю. Теперь, конечно, если я сильно удалюсь от этой кривой, то линии уровня этой функции и этой будут различаться однако вся моя теория построена для случая, когда я не должен далеко удаляться вот от этой точки. Это волновый пакет с медленно меняющейся амплитудой. Да? Значит, а вблизи этой точки линии уровня подобны. Ну вот здесь тогда я могу написать, что они примерно равны, примерно такая зависимость, да, вблизи этой точки. Так. И, следовательно, я могу найти вот что. Я могу найти величину дельта G, которая равняется G минус G0 вблизи этой точки. И она будет примерно равна DG TDS умножить на дельта S, где S по определению это омега минус омега от K. Как раз тот самый аргумент. Значит, G0 равно нулю в этой точке, да, это мы договорились. А это просто разложение в ряд Тейлора до первого члена. DG PDS я должен брать в точке K по 0. Тогда все будет правильно. Так, G0 равно нулю, а G равно G0 вот на всей вот этой линии, да, а следовательно в этой точке оно тоже равно нулю. Значит, вот здесь я беру дельта G, это значит G в произвольной точке омега K минус G от омега 0 к 0. Давайте я вместо G0 напишу G от омега 0 к 0. Тогда, может быть, будет правильно. Понятнее, да? так, вот это я статру. Да, 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 ну особого смысла физического нет. Математически есть. это G, это вспомогательная функция, которая нам поможет решить это уравнение, потому что здесь вот это G как раз и написано, правильно? Вот. И по сути то, что вот здесь написано, это позволяет нам связать вот эту величину, которая и G и дельта G одновременно, потому что G0 равно 0. Да? То есть можно считать, что это G, можно считать, что это дельта G. И теперь мы его запишем так, вот это уравнение. DG по Ds с точки Каппа 0 умножить на дельта S, которая выглядит так, омега минус омега 0 минус омега от от K плюс омега от K 0 умножить на A равняется E альфа со звездой F альфа. Вот это вот первый множитель, это просто какая-то константа, которая зависит только от K по 0 и свойств среды, конечно, на этой частоте. Вот это значащая часть, потому что она содержит омега и K, это какая-то функция от омеги и K, это тоже функция от омеги и K, а эта величина берется в точке K0. Потому что это величина первого порядка и мы можем пренебречь всеми этими отклонениями. Так, ну раз это константа, мы ее можем перенести в правую часть, поделив на эту константу. Дальше введем еще обозначение омега минус омега ноль обозначим дельта омега, K минус K0 обозначим дельта K. И разложим функцию омега от K в ряд вблизи точки K0. Значит, это будет омега от K0 плюс d омега по dK и Т на дельта K и Т. Значит, K имеет три компонента, поэтому надо брать частные производные сворачивать с компонентами дельта K и Т. И до второго порядка сохраним слагаемые. Еще будет одна вторая D2 омега по dK и T и T и T и T и T и T и T и T и T и T и T. В принципе, можно написать плюс и так далее. Значит, что нам позволяет сделать такое разложение? Тоже предположение о том, что спектр этого волнового пакета узкий, а сам волновый пакет широкий. Значит, омега от K0 это омега 0. Ну и вообще оно тут сократится, как видно, когда мы подставим. Значит, теперь переписываем наше уравнение. В таком виде получится дельта омега минус D омега по ДК и Т в точке Ка по 0 дельта К и Т это вот это слагаемое. Эта слагаемость сократилась и осталось еще одно. Минус одна вторая D2 омега по ДК и Т ДК ЖТ тоже в точке Ка по 0 дельта К и Т дельта К ЖТ и так далее не пишу. Значит, действует на А равняется Е альфа со звездой Ф альфа поделить на ДЖ по ДС все это взятое тоже в точке Ка по 0. Здесь можно скобки писать. И, наконец, мы пришли к пока что вот это выражение оно какое-то невразумительное. Непонятно, что оно означает. Однако можно сделать его более физически интерпретируемым, если сделать обратное преобразование Фурье по Дельта Омега и Дельта К. Значит, вот судя по последнему вопросу, который мне задали на перерыве, я не очень хорошо и доступно рассказал, что такое эпсилон, который я использую как малый параметр. Значит, предположим, что у нас электрическое поле измеряется в каких-то там величинах типа вольт на метр, да, а диэлектрическая проницаемость второго порядка эпсилон альфа бета гамма 2 это величина, которая при одном вольте на метр имеет порядок там, скажем, 10 минус восьмой. Вот. Тогда если у нас электрическое поле 10 восьмой вольт на метр, то правая часть у меня будет порядка там единицы, да, а если у меня электрическое поле один вольт на метр, то правая часть у меня будет порядка 10 минус восьмой. Вот это эпсилон, значит, оно сильно зависит от того, какое электрическое поле я рассматриваю в своей волне. И значит, то, что я хочу и могу рассматривать такими методами, которые я применяю, это случай, когда электрическое поле настолько мало, что вот эта величина эпсилон альфа бета гамма много меньше единицы, да, вот условно говоря один вольт на метр, это хорошо, но на самом деле может быть и больше, вот вплоть до тех пор, пока этот малый параметр эпсилон сохраняется. Он не обязательно равен 10 минус восьмой, но какой-то там другой. Ладно, вернемся теперь к нашей деятельности по поводу уравнения. Итак, вот есть уравнение, которое написано в фурье пространстве. С точки зрения вот этого а, это уравнение алгебраическое, оно содержит какие-то константы и содержит дельта омега, дельта к, то есть фурье переменные. Давайте попробуем сделать преобразование в фурье от этих фурье переменных дельта омега, дельта к к реальным переменным t и x и t. Значит, поскольку это будет обратное преобразование в фурье, то правила подстановки довольно простые, хотя они совпадающие для прямого. Значит, дельта омега при преобразовании фурье к реальным переменным должно превращаться в и dpdt, а dpdt при обратном в минус и дельта омега, дельта к и t в минус и dpdx и t. Если я воспользуюсь этими правилами и применю их вот сюда, то получится вот что. и dpdt так делаем плюс d омега pdk и t точки k0 kp0 на d pdx и t dpdx 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 j и dpdx dpdx дpdx dpdx 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 Простанта превращается в дельта-функцию. То есть на самом деле там стоит какая-то такая вещь. Итак, к этому уравнению мы еще неоднократно будем возвращаться. А сейчас его более простую разновидность я напишу, чтобы стало понятно, что же оно такое обозначает. Вот это величина d-омега по d-к и т. Как вы помните, это просто и т-компонента вектора групповой скорости для этого волнового пакета. Получаем такое уравнение d-a по d-t плюс v-групповое на градиент а равняется минус i на правую часть f. Что такое f? Это вот эта вот величина. Значит, о чем говорит это уравнение? Что волновый пакет А куда-то распространяется с групповой скоростью, и при этом на него действует возмущающая сила f, которая может менять его амплитуду в процессе его движения. Все довольно понятно и прозрачно физически. Что касается вот этих слагаемых, то они описывают расплывание этого волнового пакета в среде при наличии дисперсии. Значит, к этому расплыванию мы еще вернемся, когда будем говорить о нелинейном параболическом уравнении. А пока что нам достаточно вот этого. Итак, значит, с чего мы начали и чего мы достигли? Задачей у нас на сегодняшнюю лекцию было попытаться решить то уравнение, которое написано там сверху. И мы выяснили следующее обстоятельство, что если Капа, то есть омега и К, которые являются параметрами этого уравнения, такие, что резонанса нет, то у нас возникает электрическое поле на этой частоте Капа является сателлитом, то есть оно является малой поправкой к тем полям, которые мы в плазме создаем, которые порядка единицы. Второй случай, когда у нас имеется один единственный волновый пакет и поля, которые мы создаем какими-то другими способами. Поля, которые мы создаем другими способами, стоят в правой части и создают вынуждающую силу F. Волновый пакет с помощью довольно длинных преобразований мы описываем его амплитудой А, амплитудой огибающей, и огибающая функция А, амплитудная функция, удовлетворяет уравнению, которое мы нашли. Теперь задумаемся над следующим вопросом. В правой части, вот в этом вот F, тоже у нас присутствует электрическое поле. Значит, это электрическое поле либо А создается внешними источниками и вообще не является волной, свободно распространяющейся, ну, скажем, это ближнее поле антенны. Либо же Б, то электрическое поле, которое входит в правую часть, тоже создается какими-то волновыми пакетами из свободных волн. Значит, если оно создается волновыми пакетами из свободных волн, то для них, по-видимому, уравнение должно быть такое же. За исключением того, что это написано в точке kappa 0 для волнового пакета с частотой и длиной волны, задаваемой вектором kappa 0, а для них там будет, соответственно, kappa 1, kappa 2. Если их много, то дополнительные тоже. Понятно, да? То есть, в принципе, мы теперь можем перейти к какой-то системе, которая будет выглядеть таким образом. ДАИТ ПДТ плюс В групповое ИТ. То есть, для ИТ-ого волнового пакета, у нас теперь не один волновый пакет, а много. Градиент АИТ будет равняться минус И ФИТ. Для каждого это Ф будет свое, естественно. Ну и И там 1, 2, Н. Сколько у нас волновых пакетов, столько будет этих И. Ну и вроде бы мы уже подошли к тому, что произвольное поле представить в виде совокупности таких вот распространяющихся волновых пакетов с меняющейся амплитудой. Но при этом мы, конечно, понимаем, что на каждый такой волновый пакет будет еще нерезонансный отклик порядка эпсилон. Ну и кроме того, у нас был отклик порядка эпсилон даже и на резонансный. Да, там, помните, тоже было Е1, которую мы вычислять не стали, но мы помним, что оно там есть. То есть на самом деле, кроме вот этих распространяющихся волновых пакетов с меняющейся амплитудой, есть еще какие-то там поправки, которые делают, скажем, поле не синусоидальным, а немножко искаженным. Это вот сателлиты. То есть теперь все поле электромагнитное представлено в виде совокупности волновых пакетов плюс сателлиты к этим волновым пакетам. Ну и следующий шаг, который мы должны сделать, чтобы понять, как эти волновые пакеты друг с другом взаимодействуют, это что-то сказать дополнительно про вот эту самую силу FI, которая стоит в правой части. То есть вернуться к вычислению вот того длинного интеграла. Это вычисление достаточно сложное и содержит в себе внутреннюю трудность. эта трудность мы будем преодолевать на следующих лекциях, но сейчас я просто скажу, в чем она заключается. Вот если посмотреть на это верхнее выражение, то видно, что там интеграл стоит по ДКП1 и ДКП2, а дельта функция только одна, поэтому по одному КПДКП1 мы можем проинтегрировать, а по ДКП2 все равно останется интеграл. Так, значит, вот эта диэлектрическая проницаемость εαβγ, которая зависит от КП1 и КП2, она совсем не обязательно узкая. Это может быть какая-то широкая функция, слабо зависящая от своих аргументов. Поэтому, когда мы туда подставляем в тот интеграл волновый пакет вот такой вот какой-то формы, то оказывается, что нам эту вот функцию вот эту надо-таки проинтегрировать, чтобы вычислить правую часть. А что значит надо проинтегрировать? Это означает, что мы должны ее форму приблизительно знать, тем более, что там эта функция стоит во втором квадрате, условно говоря. А что это за функция? Откуда она такая находится? она находится вот из этой левой части, то есть она находится самосогласованно из вот этого уравнения. Поэтому так просто сразу у нас получается, чтобы вычислить правую часть, нам надо сперва решить уравнение с этой правой частью. вот это некоторая трудность, которая преодолевается с помощью опять же приближенных методов, к которому я вернусь, когда мы будем говорить о кинетическом уравнении для волн. То есть вот если рассматривать случаи, когда таких волновых пакетов реально много, то без этого не обойтись, без того, чтобы честно не начать вычислять этот интеграл. А вот сейчас для второй лекции я рассмотрю сильно упрощенную задачу, которая приводит к уравнениям Бламбергена. Значит, упрощение будет заключаться в следующем. Что давайте предположим, что эти волновые пакеты у нас распространяются не в свободном пространстве, а в каком-то резонаторе в ограниченной среде обладающей специфическими свойствами. То есть этот резонатор исходно фиксирует ширину нашего волнового пакета таким образом, чтобы она слабо менялась от того, как там у нас решается это уравнение. То есть ширина волнового пакета фиксируется, эффективность ширина волнового пакета фиксируется этим резонатором. Естественно, что резонатор он, конечно же, на функцию А влиять не должен, потому что функция А должна находиться из уравнения. А на что он может влиять? Он может влиять на вид функции εαβγ2, то есть на свойства среды. Ну и приближение заключается в том, что давайте предположим, что вот это εαβγ2 отлично от нуля только вблизи трех точек во всем секторальном пространстве, а во всех остальных местах оно, так сказать, почти что ноль. И тогда у нас получится, что всего три волновых пакета вообще возможно, и ширина этих волновых пакетов, ну точнее говоря, не важна, потому что интеграл будет определяться тем видом функции ε2 от αβγ2. Вот такое очень сильное предположение. То есть давайте рассматриваем ограниченный резонатор, причем настолько маленький, что волна успевает за время изменения своей амплитуды успевает много раз пробежать через этот резонатор. Тогда вот это слагаемое выпадает, потому что градиент А будет равен нулю. Расстранственный градиент будет равен нулю. в групповое на ТАУ будет много больше, чем размер резонатора L. Пакет много раз бегает между стенками и успевает размазаться. А зависит только от времени. Второе только три волны КАПП-1, КАПП-2, КАПП-3 являются свободными. Все остальные в спектре отсутствуют. Мы так построили свой резонатор. КАПП-2 КАПП-2 по ширине определяет интеграл. То есть ширина спектра εαβγ гораздо уже, чем ширина волнового пакета. тогда вот эта наша система становится совсем простой. Значит, по свойству 1 вот это выпало, по свойству 2 i равняется 1, 2, 3, значит, пишем dA1 по dT равняется v1, 2, 3, a2, a3. Почему так получится? Ну, потому что если я подставлю в эту правую часть волновые пакеты 1, 2 и 3, то только пакеты 2 и 3 войдут после интегрирования из-за того, что там стоит дельта-функция. капа 1 равняется капа 2 плюс капа 3. Тогда в правой части останется только вот такое слагаемое. А v1, 2, 3 это значение интеграла, которое как по свойству 3 определяется шириной εαβγ, и ничего не зависит. То есть это какая-то константа. Значит, теперь мы должны написать уравнение для амплитуды волнового пакета 2. Строго говоря, мы должны писать точно так же. v, но только вместо 1 написать 2, здесь написать 3 и 1. Вот. значит, чтобы получить каппа 2, я должен сделать комбинацию каппа 1 минус каппа 3. Правильно? Значит, сравниваем эти два выражения и видим, что здесь каппа 2, здесь каппа 1. Значит, вместо а2 я должен написать а1. А вот вместо плюс каппа 3 у меня стоит минус каппа 3. Значит, и как быть? Значит, наши волновые пакеты должны быть действительными. Значит, на каждую E в степени минус и омега t должно быть где-то комплексно сопряженная амплитуда на E в степени плюс и омега t. Значит, если я поменял знак омега и знак k, это все равно, что я взял комплексное сопряжение, то есть комплексно сопряженное слагаемое в электрическом поле. Вот я должен тут поставить звездочку. Абсолютно аналогично для а3, для амплитуды третьего волнового пакета я получаю v3 1,2 а1 а2 со звездой. Значит, эти три уравнения называются уравнениями Бломбергена. Иногда уравнениями Бломбергена называются уравнения, в которых уже подставлена связь между этими коэффициентами, о которых мы сейчас будем говорить. Значит, а это комплексные амплитуды волнового пакета в резонаторе T это время, амплитуды медленно меняются. Значит, V1,2,3 V2,3,1 V3,1,2 это матричные элементы этой системы. Значит, с точки зрения времени это какие-то константы. все тут зависит только от времени, это какие-то константы. Давайте подумаем, каким свойством симметрии или законам сохранения должна удовлетворять такая система. Значит, если у нас среда диссипативная, то, конечно, энергия сохраняться не должна. Но вот Бламберген рассматривал систему с сохранением энергии. и для того, чтобы это сделать, он сказал следующее, что у нас система со слабой нелинейностью, поэтому энергия волнового пакета должна быть пропорциональна квадрату его амплитуды. амплитуды. Но имея в виду свойства квантов и квантовой механики, было бы неплохо считать, что вот этот а-квадрат нормирован таким образом, чтобы а-квадрат было пропорционально числу квантов данного вида. Тогда значит, вот если я число квантов умножу на h-омега, ну h я тут нарисую в скобочках, потому что мне это не нужно. Это квантовая какая-то величина, она тут ни при чем. Вот. Если я энергию одного кванта умножу на число квантов, то я получаю полную энергию. Правильно? То есть вот такая нормировка, она довольно эффективна с точки зрения квантовой аналогии, по крайней мере. То есть напишем нормировка такая, что εit равняется a в квадрате на омега а и t. Значит, теперь посмотрим сюда. Повлияет ли нормировка амплитуды на что-то вот в этих уравнениях? Да, конечно, повлияет. То есть если я в одно и то же число раз изменю a1, a2 и a3, это будет, вот увеличу, скажем, в n раз. Тогда вот эта комбинация у меня увеличится в n квадрат, а здесь только в n. Значит, чтобы все осталось по-прежнему, я должен буду v1, 2, 3 уменьшить в n раз. То есть вот эта нормировка, она повлияет на то, как выглядят вот эти самые коэффициенты. изменят их в некоторое количество раз. Однако теперь с помощью этой нормировки я смогу написать закон сохранения. Вот если я условился, что нормировка именно вот такая, то закон сохранения энергии будет выглядеть так. Значит, аитое по модулю сумму по всем и, аитое по модулю в квадрате на омега и т равняется константе. Прошу прощения. Закон сохранения энергии. кроме закона сохранения энергии, квантовая механика подсказывает нам, что если у нас система Гамильтонова и все там хорошо сохраняется, то должны сохраняться также и числа квантов. Вот этот наш процесс, содержащий всего три волны Капа-1, Капа-2 и Капа-3, можно условно говоря нарисовать в виде следующей схемы. Волна типа 1 распадается на две волны омега-2 и омега-3. Ну или наоборот. Две волны омега-2 и омега-3 сливаются и получается волна омега-1. Значит, если у нас выполняются условия трехволнового взаимодействия, то омега-1 равняется омега-2 плюс омега-3 и как раз что соответствует закон сохранения энергии квантовому и закон сохранения импульса тоже в этих всех процессах выполняется, как бы вот есть квантовая аналогия. Поэтому, значит, если я захочу написать закон сохранения числа квантов, то выглядеть они будут следующим образом. Значит, если у нас вот сюда один квант пришел, то он распался на 2. Это означает, что число квантов типа 2 плюс число квантов типа 1 должно быть константой. Правильно? Если этот распался, то этот добавился. Один ушел отсюда, другой пришел сюда. То же самое для 1 и 3. то есть я должен буду написать А1 по модулю в квадрате плюс А2 по модулю в квадрате равняется С1. А1 по модулю в квадрате плюс А3 по модулю в квадрате равняется С2. Ну и на самом деле я еще могу сказать следующее, что кванты 2 и 3 рождаются или исчезают одновременно. Это означает, что разность между А2 минус А3 тоже должна быть какой-то константой. Но легко увидеть, что на самом деле эти выражения они зависимы. То есть если я возьму первое, я вычету второе, получу третье. Прямо сразу. Значит, вот из этих два независимых. А если я возьму еще и с первым, то тоже будет два независимых. Почему? А вот почему. оказывается, закон сохранения энергии и один из этих законов сохранения числа квантов, которые называются Мэнли-Роу. Мэнли-Роу. Соотношение Мэнли-Роу, вот эти вот три. А это закон сохранения энергии. Так вот, одно из соотношений Мэнли-Роу плюс закон сохранения энергии или два соотношения Мэнли-Роу достаточны, чтобы полностью описать все законы сохранения, которые тут есть. Ну, давайте посмотрим, почему так. Вот этот закон сохранения энергии выглядит так. А1 по модулю в квадрате Омега-1 плюс А2 по модулю в квадрате Омега-2 плюс А3 по модулю в квадрате Омега-3 равняется, допустим, W энергии. Мы выразим А3 через А1 и А2 через А1 с помощью первых двух равенств. Значит, получится А1 по модулю в квадрате умножить на Омега-1 минус Омега-2 минус Омега-3 плюс ну, это вот я взял и написал, что А2 равняется С1 минус А1 по модулю в квадрате А1 вынес. Значит, С1 осталось плюс Омега-2 С1 плюс Омега-3 С2 равняется W. Но это ведь тоже константа, правильно? Значит, это все вместе константа, а вот это просто равно нулю, потому что у нас выполняется закон сохранения энергии вот в этом вот смысле. Мы получили короче тождество, что одна константа равна другой константе. Таким образом, значит, у нас всего два независимых соотношения. Ну вот. А теперь осталось последнее. Осталось из этих законов сохранения получить законы симметрии, относящиеся вот к этим вот коэффициентам. Почему это возможно? Вот мы сказали, что вот это должно выполняться для решений вот этой системы уравнений. Если здесь стоят произвольные константы, то это выполняться не будет. Значит, мы можем поставить вопрос так, какие тут должны стоять константы, чтобы все-таки эти законы сохранения выполнялись. Значит, вот здесь будьте внимательны, значит, как ставится задача. То есть, сначала мы сказали, что мы можем создать такую сплошную среду в резонаторе, что система уравнений будет выглядеть вот таким образом. при этом вычислить вот эти коэффициенты мы даже и не беремся. Вместо этого мы говорим, что наша среда такая хорошая, что там выполняется закон сохранения энергии и закон сохранения числа квантов. А если так, то тогда, даже не вычисляя эти коэффициенты, мы можем сказать, как они друг с другом связаны. Так, насколько я понимаю, уже дело идет к перерыву, поэтому мы продолжим на следующей лекции, а сейчас я просто скажу ответ. Ответ будет такой, что если мы скажем, что V1, 2, 3 равно V, то V2, 3, 1 должно быть равно V3, 1, 2 должно быть равно минус V со звездой, минус комплексно сопряженное V. Ну, то есть это я докажу на следующей лекции, а сейчас пока уравнение Бламбергена с учетом вот этих законов сохранения будет выглядеть так. А1 с точкой равняется V А1 А2 А2 с точкой равняется минус V звездочка А2 А1 А3 звездочка и А3 с точкой равняется минус V со звездой А1 А2 со звездой. Как выглядит решение этой системы и почему там такое соотношение между коэффициентами на этом это будет рассказано на следующей лекции. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.